слава иисусу благодарю бога за возможность видеть всех вас и вам служить честно вам скажу что самый частый вопрос который мне задают люди которые окружают меня это спрашивают как твои дела по-английски это how do you do один из моих ответов я говорю так я дойду я не сверну я не возвращусь назад еще немного и будет победа слава иисусу я вас вдохновляю не забудьте это я дойду сейчас может быть не тяжело сейчас мне может быть не все понятно но я продолжаю двигаться к цели хотя ветры противные дуют и хочется иногда свернуть но иди побеждай и живи аллилуйя сегодня господь по-особому будет говорить к нашему сердцу в чем лично мы нуждаемся как люди и в чем нуждается церковь христова я думаю вам будет интересно это услышать и для себя знать тема моей проповеди сегодня почему господь иногда медлит с ответом на наши нужды они у нас есть у кого-то больше у кого-то меньше почему иногда господь медлит с ответом вас интересует этот вопрос тогда давайте мы будем обращаться к писанию и двигаться шаг за шагом вперед я буду читать такой стишок из библии луки 18 7 там библия говорит бог ли не защитит изборных своих вопиющих ему день и ночь хотя и медлит защищать их очень интересное заявление о людях которые вопиют к богу день и ночь вообще я не знаю в этом зале есть такие люди которые вопиют к богу день и ночь можете руку поднять пару человек подняла слава богу остальные думают а как это день и ночь неужели это возможно вообще оказывается что такие люди были есть и будут бог бог ли не защитит нам как хочется пришла какая-то беда нажал на кнопочку все исчезло и дальше написано хотя и медлит удивительно как то получается защитит но медлит а почему медлит правда интересно знать почему не сразу ответить или помочь хотя и медлит защищать их и здесь мы будем двигаться шаг за шагом почему он иногда медлит давайте порассуждаем первое ибо все что человек получает без жажды он не ценит и не живет этим он то получает вот представьте себе вам подарили вещь какую-то она вам не нужна будете вы особо переживать или волноваться я не думаю правда или нет есть то хорошо нету тоже хорошо бог не предлагает нам без ценных вещей но готовы ли мы платить эту цену совсем недавно беседую с молодой парой спрашиваю у мужа ты крещен Духом Святым да когда не помню молишься а ты говорю а я тоже вот получила когда Элис приезжала молишься вы меня слышите или нет я еще раз повторяю все что человек получает без жажды он этим не ценит и этим никогда жить не будет есть то и есть надо пожалуйста но это все равно что ты купил машину поставил ее в гараж и периодически смотришь какая она у тебя красивая и говоришь ух как хорошо у соседов есть и у меня есть но машина чтобы куда-то ехать Дух Святой чтобы исполняться Духом Святым слава Богу за все что мы имеем от Бога и сегодня Бог желает возбудить в людях возбудить в людях жажду возбудить в людях жажду иногда твое желание не исполняется потому что оно не оплачено здесь не идет речь о деньгах здесь идет речь о жертве огонь приходит на жертву но немногие но немногие христиане готовы платить цену чтобы посетил их Бог чтобы пообщаться с Богом чтобы наслаждаться Его присутствием правда такое бывает что происходит обратите внимание на вашу жажду следующее почему Бог иногда медлит с ответом Он желает чему-то научить нас или изменить в нас правда такое бывает иногда мы как люди или чаще всего мы просим чтобы Бог изменил ситуацию чтобы Бог разрешил нашу проблему но мы не знаем того что Бог все это послал в нашу жизнь чтобы изменить нас и чему-то научить правда такое бывает и скажу честно учиться нелегко но все мы учимся причем слова учат а примеры воспитывают мы нуждаемся сегодня в этом воспитании в этих примерах как никогда Христос показал нам пример чтобы мы шли по следам Его и Он говорит я с тобою чтобы помочь тебе я благодарю Бога за то что Он заботится о нас каждый день и пытается изменить нашу жизнь к лучшему это любовь это милость это Божье благоволение слава Христу скажите вы скажите а что же делать мне если мне тяжело правда бывает иногда такой вопрос а что делать если я не понимаю что со мной происходит и почему послушайте что говорит об этом Библия что делать когда тебе тяжело блаженны вы когда будут поносить вас и гнать и всячески неправильно засловить за меня что делать что делать радуйтесь и веселитесь ибо велика ваша награда на небесах так далее пророков бывших прежде вас скажите пожалуйста кто этой радости ищет вот вот вы в проблеме вы проходите через испытания через болезнь а Бог предлагает ответ помощь говорит говорит ты должен возрадоваться а я говорю Господи а чему радоваться а почему радоваться а почему бы не помочь а почему бы не изменить что-то исцелить и так дальше он говорит радуйтесь но кто этой радости ищет это очень интересная мысль я ее более буду развивать в дальнейшем но пожалуйста запомните ее дальше почему Бог иногда медлится ответом отвечая на наши нужды одна из причин потому что он не является нашим пастырем вы скажете как это может быть оказывается все очень просто смотрите как написано Господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться то есть если Господь мой пастырь я ни в чем не буду нуждаться не потому что у меня нет нужды а потому что он восполняет мои нужды да или нет он же пастырь он отвечает за овец аллелуйя аллелуйя наша жизнь это бесконечные нужды получая ответ на одну нужду всплывает вторая третья десятая вроде бы все неплохо да еще раз повторяю как то по особому как то глубоко открывается мне этот псалом и многие другие истины Господь пастырь мой я ни в чем не буду нуждаться вы скажете это невозможно но это правда вот представьте себе если мой папа был президент Америки может быть у меня и были бы какие то нужды но ситуация поменялась бы к лучшему правда а у меня папа не просто президент Америки а царь царей и Господь господствующий он на троне и царство его всем обладает но что делает обычно Бог для человека вот смотрите две главные миссии пастыря он кормит чтоб овцы были сыты и довольны и он что делает вводит к водам тихим то есть успокаивает а почему а почему а почему не врачует а не исцеляет а почему не то не это почему все есть на своем месте но две главные вещи что делает Бог в наши дни он еще пасет нас братья и сестры да или нет в конце концов скажите пожалуйста он вводит нас к водам тихим или нет то есть он приводит человека к покою он приводит к миру он приводит к радости к надежде мы иногда настроены на другую волну но я благодарю Бога за то что мы имеем от Бога в конце концов на основании этой истины не мы должны руководить Богом а кто? он он нас спасет потому не всегда будет так как ты хочешь не всегда будет так как ты требуешь или просишь почему? потому что не моя воля но твоя она будет очень важная истина вы сейчас слышите друзья мои я когда проповедую на подобной теме вы знаете вот такое впечатление может сложиться что я вроде что-то говорю против себя но меня это абсолютно не спущает и я отвечу почему ко мне приходят люди говорит востребуй я востребую не проси востребуй требуем болимся другая приходит не проси изгоняй изгоняем третий приходит не проси проклинаем четвертый говорит исповедуй исповедую вы здесь я хочу чтобы мне было хорошо вы верите в это? я не против чтобы Бог совершил то что в Его планах и я жду Его прикосновения и Его победы Аллилуйя но когда идет речь а ты потребуй я всегда даю один совет попробуй потребовать сначала у жены и если много получишь тогда переходи на Господа Бога а если попросишь искр но от души с нежностью она тебе все отдаст Аллилуйя а другие говорят давайте будем тряси небеса потряси если достанешь запомните фокус наш должен быть на Иисусе иначе если это не так будут одни заказы но запомните он не аптекарь он господин твоей жизни и он управляет всем как же Бог отвечает на наши молитвы вы хотите это узнать вы видите там несколько моментов иногда сразу он исполняет наши нужды скажите слава Богу иногда говорит ждите это тоже ответ иногда отвечает миром радостью и покоем что это значит вот послушайте меня внимательно вот все что вы просите вы всегда можете рассчитывать на Божий ответ и на Божью помощь но иногда то что вы говорите и просите у Бога он вам дает тут же а иногда он отвечает миром и покоем вам что-то знакомое в ваших переживаниях кто-то меня понимает вы даже не представляете какое это огромное благословение я это вам говорил но я повторю когда впервые было предположение что у меня лейкемия или рак врачи сказали что есть предположение моя жена сильно запереживала начала молиться мы начали молиться и там надо через какое-то время было сделать повторный тест и вот мы едем вместе на этот тест и вдруг жена мне говорит Виталий все будет хорошо я так удивленно посмотрел откуда ты знаешь она говорит я знаю что все будет хорошо я опять спрашиваю ты получила какое-то откровение или как нет а что же произошло она говорит я плакала я молилась я переживала но говорит вчера ко мне пришел такой покой что я теперь знаю что все будет хорошо вам знакомо это знание или нет и вот послушайте мы приезжаем делаем тесты я говорю никакого рака не обнаружено и это обнаружили только через 20 лет слава Богу почему сейчас я проповедую об этом во первых это часть моей жизни это то как отвечает мне сейчас Бог я молюсь я об этом вам рассказывал я молюсь пока моя молитва не переходит в песню и когда я начинаю петь в духе ко мне приходит мир утешение и радость и я невероятно счастлив я безмерно благодарю Бога за то что я имею от Бога почему многие не ищут этого не идут этим путем оказывается все очень просто если я например прошу исцеления это совершается в один момент и помолиться нетрудно и провозгласить и получить но чтобы получить мир надо усилие надо жертва надо прилежность надо ожидание надо вера и немногие идут этим путем нам хочется все что было легко и просто но в практической жизни не всегда так будет а теперь послушайте когда Бог дает тебе мир он говорит как бы я с тобою то есть с ним я в скорби а вы говорите господи а зачем не лучше от этих скорбей избавить вы меня слышите а зачем он говорит чтобы помогать чтобы укреплять чтобы хранить чтобы в конце концов ты прошел этот путь с победою вы понимаете о чем я говорю сейчас друзья мои я призываю вас к этой благословенной молитве никто так не может успокоить как успокаивает Бог и никто так не может возрадовать как это делает Бог часто мы говорим Богу свои нужды а почему бы Бога хотя бы иногда не спросить Господи а что ты хочешь от меня чем я могу тебе послужить вы меня слышите вы меня слышите смотрите что говорит Библия не бойся ибо я с тобою будешь не переходить через воды я с тобою через реки они не потопят тебя пойдешь ты через огонь не обожешься и пламо не опалит тебя очень интересное заявление оно вроде нас вдохновляет что Бог будет рядом он будет с тобою но всегда будут вопросы Господи а почему не избавляешь я не хочу в огонь а кому хочется вы меня слышите я не хочу через воды проходить у меня нету таких планов а он говорит это час твоей жизни но я с тобою но я с тобою чтобы поддержать и помочь тебе вот почему люди которые были брошены в печь они вышли оттуда невредимыми иначе они бы сгорели Господь с тобою это огромное благословение я говорю вам искренне что было бы со мною сейчас если бы я был неверующим проходя через это нельзя понять ни умом ни разумом но благодаря вот этой истине я здесь стою я жив и храним им потому что Бог со мною и я убеждаюсь каждым днем что лучше плыть с форм чем по тихой воде без Иисуса я не знаю я не знаю как проходит твоя жизнь в бурях испытаниях или гладко но я хочу спросить у тебя есть ли рядом тот кто дает жизнь и дыхание и все не жили на курортах без Бога без Бога что мы видим в современном христианстве послушайте первое много бегущих но мало тех кто стремится получить награду достичь результата Питер говорил побеждающий наследует все и каждый человек кто побеждает тот сияет в радости на своем лице а где нет побед там нет радости побеждающий побеждающий наследует все много бегущих но какая цель какая цель твое пребывание сегодня здесь если у тебя есть цель ты ее достигнешь нету это путь в никуда я не просто пришел в очередной раз у меня есть цель у меня есть желание и пусть Бог благословит вас и восполнит ваши желания и нужды да или нет много желающих получить помощь от Бога но мало жаждущих и ищущих его мы пришли к Богу и говорим Господи можешь помогай а не можешь пожалуйста оставь меня в покое но без него покой вам будет только сниться но есть новая жизнь в Иисусе Христе Бог все что приготовил он приготовил для жаждущих и ищущих халлелуя и жаждущий пока не напьется он будет идти к этой цели слава Иисусу Христу поэтому я просто сегодня хочу вас вдохновить чтобы вы изменили ваше отношение к молитве в чем оно состоит братья и сестры мы иногда говорим что мы ищем Бога но очень часто мы ищем не Бога а исполнение своих желаний мы желаем чтобы Бог согласился с нами чтобы Бог нам в чем-то помог но запомните молитва это не рычаг которым мы воздействуем на Бога молитва молитва это даже не подъем приятных чувств но это мое общение с живым Богом это мое посвящение Ему и это моя жажда главная ценность молитвы не в том что мы получаем желаемое желаемое а в том что мы становимся тем человеком которым желает видеть нас Христос Бога есть план изменить нашу жизнь вот почему всем нам нужен Христос скажите аминь и запомните это послушайте внимательно помните если Христос вам нужен только для того чтобы исполнять ваши нужды на земле то вы несчастнее всех человек вы скажите как очень просто Библия говорит и если мы в этой жизни только надеемся на Христа то мы несчастнее всех человек возникает вопрос какое же наше христианство сегодня я уже говорил что есть легкое христианство а есть жертвенное посвященное пример у меня очень много я расскажу вам один это будет понятно для вас например у вас есть какие-то определенные нужды и человек чтобы получить ответ он может ходить к пророку или к пророкам чтобы услышать что ему скажет Бог или подскажет или как направит можно а можно самому молиться так чтобы пророк пришел к тебе можно самому так молиться чтобы Бог ответил внутри тебя в твоем духе и в твоем сердце почему люди избирают первый путь потому что он легкий но на основании нового завета обратите внимание не к пророкам ходили а пророки ходили к людям к тем которые жаждали Бога искали Бога есть огромное благословение для вас братья и сестры но не ищите легких путей не ищите легких дорог будьте готовы платить цену и все обетования Божьи придут в твою жизнь аллилуйя слава Христу есть потребительская Евангелие и многие проповедуют приходите к нам ты все получишь желающих нет отбоя а есть как я уже сказал истинное посвященное и живое поэтому нам христианам очень важно иметь мир и покой от Бога внутри а это результат наших усилий и молитв нам необходимо молиться и что то есть молиться так чтобы не унывать не потому что у тебя нету причины для уныния но есть Бог который в той ситуации в которой ты находишься он может и хочет тебе помочь последнее и это главная моя мысль что же должно случиться в моей жизни чтобы нам захотелось молиться что правда интересный вопрос что надо машине например чтобы она поехала бензинчика залить правда что надо айфону чтобы он на следующий день работал что что надо нам христианам чтобы нам захотелось молиться молиться как я уже сказал помните день и ночь я прохожу через болезнь скажу вам искренне что даже физические болезни не всегда приводят человека к молитве не потому что он в этом не нуждается или не хочет или не понимает но наоборот бывает когда приходит это сознание понимание понимание уже нет силенок молиться вот почему важно все делать вовремя пока вы в расцвете своих сил смотрите смотрите еще раз повторяю библия говорит бог не защитит избранных своих вопиющих к нему день и ночь хотя и медленно защитить их хотя в наше время не так много вопиющих к нему день и ночь но мы не против получать желаемое да или нет но всем нам необходимо запомнить общение с живым богом общаться с богом это слышать бога общаться с богом это стать его другом важно не только молиться но восхищаться богом переживать бога и общаться с богом и последнее что же необходимо сделать чтобы человеку захотелось молиться запомните человек не будет молиться всегда пока он не найдет в молитве наслаждение утешение и радость и тогда ты от молитвы этого человека не оторвешь я говорю из пережитого я знаю о чем я говорю никогда никогда вы не сможете уговорить человека молиться или заставить это должно быть желанием лично твоим написано вкусите и вы увидите что благосподь попробуйте вкус молитвы Бог не предлагает нам бескуситься запомните это если вы скучаете на молитве или пережидаете молитву я вам сочувствую это очень трудное занятие в жизни начинайте молиться не ради других а для себя пришло время бога прославить а воочи многие молятся о тебе но пришло время тебе самому молиться иначе другие тебе мало помогут включай свое сердце Бог дает благословение дыхание и жизнь вкусите и вы увидите что благосподь и вот когда я был молодым человеком мы переживали особую благодать на молитве мы собирались на молитву и Бог нас так благословлял мы наслаждались мы отдыхали мы пели в духе мы радовались и вы знаете что было потом на следующий день мы бежали на молитву на следующий день мы искали друг друга почему потому что нам нравилось нам хотелось и когда мы приходили в очередной раз и вдруг нету то что было вчера правда такое бывает мы начинали исповедоваться друг перед другом поднимается молодой человек и говорит вот к примеру в наше время помолитесь за меня я пропадаю на айфоне помолиться как-то времени не хватает вроде бы человек сказал обыденные вещи но когда этот молодой человек пришел через неделю и снова говорит через неделю и снова ты начинаешь понимать что это зависимость это не просто проблема и мы помогали друг другу изменяться в характере мы мы проходили и говорили а у меня вот сегодня обида подошла или гнев помолитесь за меня любой может это сказать правда это же не стыдно но если через три дня одно и то же это позор это не есть истинное христианство мы должны быть открыты для Иисуса мы должны жить в Его победе и наслаждаться Его миром братья и сестры сегодня это Бог желает возродить в Божьем народе пришло время братья и сестры для серьезной молитвы пришло время изменить наши отношения к молитве пришло время Бога прославить хвала Иисусу сейчас мы идем к молитве я хочу чтобы вы настроили свое сердце горячо помолиться Богу я не в состоянии дать вам то что может дать тебе Бог вы можете уйти домой другим человеком если вы откликнетесь на Божий призыв вот смотрите пример из Библии Асаф много нужд не перечесть и много вопросов к Богу он постоянно спрашивает почему Господи вот эти не служат Богу а вроде мы живут лучше вроде страданий у них меньше помните он спрашивал так он не мог понять что происходит с каждым днем вопросов было все больше и больше а ответа нету и вдруг он принимает решение какое войти во святилище Божие сегодня братья и сестры церковь живой поток и все кто нас слушает онлайн пришло время возвратить ковчег Божий в храм Божий возвратить его присутствие и его жизнь он изменяет все и вот когда он вошел в присутствие Божье смотрите что произошло он получает ответы на все вопросы разрешаются все ее проблемы и узлы Бог исцеляет дух душу и тело и смотрите что он говорит но я всегда с тобою ты держишь меня за правую руку ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу твою кто мне на небе и с тобой ничего повторите за мной ничего не хочу на земле а вам чего то хочется я скажу вам искренне хочется так много что если бы начал я писать то иногда листа бумаги не хватает сколько нам хочется и сколько нам надо но восполнить твои все нужды может только Христос присутствуя в твоей жизни это полнота наполняющая все почему потому что что кто имеет меня Христос сказал то как же он даруя нам себя не дарует с ним и всего но это начало всех начал мне нужен он тебе нужен он и и когда ты будешь это иметь ты будешь жить в благодарении ты будешь песни петь ты будешь наслаждаться жизнью он пришел не только чтобы спасти тебя но чтобы изменить твою жизнь так чтобы ты наслаждался жизнью он пришел чтобы дать тебе жизнь и жизнь избытком чтобы эту жизнь ты делился с другими аллелуйя часто у тебя нечего сказать богу и людям часто у тебя нечего предложить другим но кто имеет меня тот имеет все и он любя нас желает общаться с нами поэтому давайте мы просто встанем и я хочу чтобы сам господь приготовил вас сейчас к молитве я говорю вам последнюю мысль христос в ефезде помните это было особое место где лежали больные хромые калеки и где ангел по временам сходил и исцелял волнех вы знаете что там происходило я вам скажу 38 лет лежать и ждать исцеления как как вам кажется это много или я думаю господь а что он не ушел что его не унесли давно тридцать восемь тридцать восемь лет а вот еще чего то ждет в конце концов вы думали о том ангел пришел почему же от всех не стиль ну хотя бы по десять от того и кто первый уходил братья и сестры здесь течет Божий поток позаботьтесь о том чтобы войти туда первым те люди которых он исцелял которые и шли домой здоровыми это были люди те которых не человек позвал а Бог вот почему они были первыми они вставали и бежали когда их никто не приглашал они чувствовали что Бог Бог зовет меня сегодня если ты слышишь голос Божий а к чему призывает тебя и меня Бог он призывает нас к молитве вы меня слышите к молитве не ради молитвы не потому что другие молятся я начинаю молиться ибо дом мой домом молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников что происходит в твоей душе разбой тревога или умиротворение что происходит в твоей жизни подумай сегодня и поразмышляй об этом Бог зовет церковь свою на молитву Бог зовет лично тебя изменить твои отношения к молитве Бог желает помочь и спаси тебя если ты сегодня слышишь голос Божий готов покаяться приди к нему если ты готов пригласить Иисуса Христа в свое сердце и жизнь чтобы он изменил ее приди к нему если ты хочешь посвятить свою жизнь молитве приди к нему и скажи Господь я здесь я тебя слышу я иду к тебе да да будет имя Бога благословенно мы будем молиться но я прошу вас идите к Богу открывайте ему свое сердце Господь Иисус Господь Иисус прохали любовь новая на божья illumin легко и план Продолжение следует...